МОГИЛЕВСКОГО ДЕТСКОГО ХОСПИСА В Белорусско-Российском университете пройдет важнейшее стартап-событие области – деловой форум «Могилев Инвездэй». Этот форум направлен на увеличение количества инновационных бизнес-проектов и реализацию новых идей молодых инноваторов. На одной площадке соберутся авторы проектов, эксперты и инвесторы. Участие в мероприятии бесплатное. Начало форума в 11 часов. Жан-Ив Бушарди, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь, в очередной раз посетил Могилев. Здесь, в Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста, он встретился с людьми, вынужденными покинуть свою родину. Что касается цели сегодняшнего визита, то это одна из регулярных наших поездок в области, целью которых является встреча с нашими подопечными, для того, чтобы выяснить, какие действительно существуют у них проблемы, на какие-то из них дать ответ тот же же, а какие-то взять для себя в работу. В последний раз в Могилеве мы были порядка двух месяцев назад, в октябре месяце. Это было связано с проведением семинаров по вопросам трудоустройства. Сейчас же, сегодня, мы будем встречаться в том числе с Белорусским обществом Красного Креста, с другими партнерами для того, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся нашей работы с беженцами. Большая работа в Беларуси проводится в плане помощи беженцам с Украины. Красный Крест сразу же включился в эту работу, как только в ней появилась необходимость. Был организован сбор вещей для вынужденных переселенцев с Украины, открыт расчетный счет. Также была организована специальная помощь в виде ваучеров на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. В целом, под патронатом Могилевской области с тех пор находилось более 7 тысяч вынужденных переселенцев из Украины, и всем им оказывается помощь, которая не была бы, конечно, полной, без усилий также и жителей нашей страны. В рамках состоявшейся встречи были обсуждены и рассмотрены варианты оказания помощи в таких вопросах, как недостаток финансовых средств, сложности в трудоустройстве, ограниченный доступ к медицинским услугам и незнание местного законодательства, вынужденную переселенцами. А некоторые из пришедших просто могли поделиться положительным опытом в плане местной интеграции в Беларуси. Кроме того, в Могилев гости приехали не с пустыми руками, а привезли необходимые вещи и подарки для детей в преддверии приближающихся праздников. «Помимо самих себя привезли сюда некоторые подарки для деток, беженцев, которые мы смогли получить благодаря, в том числе, нашим партнерам, в частности, это Приворбанк. И в преддверии новогодних праздников Рождества я считаю, что это хороший повод для того, чтобы хотя бы чуть-чуть порадовать людей, которым мы оказываем помощь со своей стороны». «Я думаю, что в человеческой природе заложено помогать тем, кто находится в нужде. Я надеюсь на это», – добавил Жан-Ив Бушарди. Анастасия Томашева, Леонид Секорин, Второй канал. Жители и гостей города приглашают на Дни белорусского кино, которые пройдут с 15 по 20 декабря в кинотеатрах города. В эти дни на экранах будут транслироваться самые известные картины белорусского кинематографа. С подробной афишей кинопоказов вы можете ознакомиться на сайте tv2.by. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфо-собака tv2.by. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова